Внутренний туризм уплотняется. Прогноз на этот сезон плюс 5 процентов или на 7 миллионов человек больше, желающих увидеть красоты России. Июль пиковый период и он все ближе. В Москве уже думают, как перевозить людей. Мы видим, что по Краснодарскому краю, по Москве, по Санкт-Петербургу, по Уралу, по Северному Кавказу такое ощущение, что у нас все-таки в пиковую загрузку места может не хватить. Еще раз сверить необходимость дополнительных рейсов в высокий период, который начинается в июле. По данным Министерства экономического развития страны, авиатранспорт в 2022 году был самым загруженным – 85%. Наполовину наполненной туристами двигались поезда, а вот автобусы и автомобили отдыхающие выбирали реже всего – 36% случаев. В 2023 приоритеты меняются. По подсчетам специалистов, в высокий сезон прирост туристов в месяц составит почти полмиллиона человек. 273 тысячи из них поедут на поездах, 229 тысяч полетят, 144 тысячи остановят свой выбор на автобусах и личных авто. Таковы расчеты по 18 приоритетным для туризма регионам. Среди них и Алтай. В Алтайском крае в плане развития инфраструктуры большие ставки делают на обновление Барнаульского аэропорта, появление нового аэровокзального комплекса. Ведь по данным за 2022 год пассажиропоток вырос на 20% и впервые превысил отметку в 600 тысяч человек. По информации регионального министерства транспорта, проект отправлен на экспертизу. До конца мая в Барнауле планируют получить одобрение проектно-сметной документации и начать строительство на полгода раньше срока. После строительства нового аэровокзального комплекса пассажиропоток ожидается более 1 миллиона человек в год. В этом году за первый квартал 138 тысяч человек, в 2022 году за первый квартал было 108 тысяч человек. В Горном Алтае тоже собираются преобразить аэропорт. По информации правительства республики, сейчас подготовлено техническое задание на реконструкцию аэропорта и строительство нового терминала, чтобы принимать в час не 200 пассажиров, а 508. Есть и еще более масштабная идея. Власти ищут оптимальный вариант местоположения новой автодороги к природному парку Белуха. 50 километров трассы должны соединить поселки Тюнгур и Инигень. Объездной путь сейчас составляет почти 300 километров. Строительство автомобильной дороги обеспечит прямую транспортную связь Усть-Коксинского и Ангудайского районов, а также позволит сократить расстояние и сделать более комфортным проезд от города Горно-Алтайска до села Тюнгур, начало пути к природному парку Белуха. Автомобильный транспорт для туристов Горного Алтая основной. Чаще всего приезжают туда с сибирскими номерами. Впрочем, и передвигаться по двум Алтаям, и возможно на машинах, и конечно лучше на личных. Так что если вы планируете отдохнуть дома, учитывайте этот фактор. Анастасия Дорогань, День с толком.